Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения Москва взяла от Орды хоть что-то хорошее? Только плохого не бывает, что-то, может быть, и взяла, но в целом Москва – это Москва, поэтому здесь, на мой взгляд, не следует преувеличивать влияние позитивное. Сейчас об этом поговорю. Вот, ваша камера, можно начинать. Добрый день, уважаемые друзья! Давайте сегодня затронем, поговорим на очень интересную, важную тему, посвященную возвышению Москвы, политике первых московских князей. Потому что это истоки появления, создания нашего единого централизованного государства. К тому же, проходили они в очень-очень тяжелых условиях зависимости Северо-Восточной Руси от Золотой Орды. И поэтому всегда в истории и в трудах классиков нашей исторической науки эта тема всегда вызывала очень большой интерес, очень много споров, дискуссий. Но в целом, если суммировать всю историографию, то точки зрения, в общем-то, две, по большому счету. Согласно первой точке зрения, возвышение Москвы проходило благодаря Золотой Орде. В свое время Николай Михайлович Карамзин в истории государства российского достаточно четко высказал эту идею, что своим величием Москва была обязана хану. В дальнейшем эту точку зрения раскрывали такие исторические школы, как школа евразийцев, как Лев Николаевич Гумилев, его ученики. Вторая точка зрения заключалась в том, что возвышение Москвы и объединительный процесс шел вопреки желанию ханов в острой борьбе, сопротивлении этой власти. Ну, для того, чтобы оценить, так или иначе, ту или иную точку зрения, сначала нужно все-таки сказать несколько слов об условиях того времени. Это первая четверть XIV века. Это годы, на которые, собственно, и пришлась деятельность первых московских князей, родоначальника московской княжеской династии, князя Данила Александровича, младшего сына Александра Невского, и двух его сыновей – князя Юрия Даниловича и князя Ивана Даниловича, который вошел в нашу историю с прозвищем Калита. Ну, я напомню, что с 1260-х годов русские земли находились в зависимости от государства Золотая Орда. Это был осколок Монгольской империи, Западный Улуз, который с 1260-х годов стал уже самостоятельным государством. И правитель Золотой Орды хан, или, как у нас называли его, царь, вот он, собственно, и был верховным правителем на подчиненных северо-восточных территориях. Что из себя представлял политический ландшафт в Северо-Восточной Руси? К концу XIII века на территории Северо-Восточной Руси сформировалось полтора десятка уже самостоятельных независимых княжеств, в которых сидели те или иные представители разросшейся династии князей Рюриковичей. Каждый получал свой удел от отца, но, так же, как и все прочие князья, он должен был получать ярлык из рук хана. Помимо самостоятельных княжеств существовало столичное Владимирское великокняжение, то есть существовала как бы двухэтажная конструкция. Один из князей своего княжества мог претендовать по порядку родового старшинства и на получение Владимирского великокняжения. Это было наследие еще князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Так же, как и на свой родительский удел, право на великокняжение князья получали из рук хана в Орде. Здесь я напомню, собственно говоря, в чем заключалась вот та самая зависимость Северо-Восточной Руси от Золотой Орды. Во-первых, это ежегодное взымание Дании, которое называлось «Выход» со всех русских земель. Историки, ученые дискутируют, спорят о размерах этой Дании. Ее достаточно трудно посчитать. Судя по всему, в год она доходила до 15 тысяч рублей серебром. Это, конечно, гигантская грабительская абсолютно цифра. Второе – это то, что русские князья обязаны были из рук хана получать ярлык. То есть, по сути дела, именно хан распоряжался столами княжескими и всячески использовал это в своей политике. Ну, и третье заключалось в том, что русские князья должны были отправлять свои вооруженные силы и участвовать в тех или иных военных операциях хана. Если говорить о том, вокруг чего идет борьба между русскими князьями, в тот период времени она как раз-таки и шла за то, чтобы получить вот это Владимирское Великокняжение. Потому что тот князь, который получал ярлык на Владимирское Великокняжение, он получал преимущество. Он становился великим над всеми остальными. Во-первых, он обладал территорией Владимирского Великокняжения. Это были достаточно обширные территории Владимир, Юрьев, Польской, некоторые земли по Волге. Во-вторых, с санкцией хана он имел право собирать дань со всех русских земель, что являлось очень важным механизмом его господства. Ну и, наконец, он имел монопольное право контактировать с землей Феодальной Республики, с землей Великим Новгородом, который, как известно, город торговый, богатый. И таким образом русские князья боролись как раз-таки за то, чтобы получить это Владимирское Княжение. И со временем только три князя были конкурентами. Это Тверской князь, это Московский князь и это Суздальско-Нижегородский. Попытаемся ответить на вопрос, почему именно Москва? Небольшой город, который уступал более древним городам, более крупным городам в то время, почему именно он ни с того ни с сего стал участником в этой борьбе и, в конце концов, одержал победу? Ну, в свое время, еще в 1832 году была издана статья Станкевича, известная, в которых впервые были обозначены вот эти вот факторы постепенного возвышения Москвы. Первое – это географическое положение Москвы, которое выгодно отличало Москву от прочих крупных городов. Но здесь надо сказать, что сегодня это справедливо, ну, не то что пересматривается, а смягчается влияние этого фактора. И во многом оправданно, потому что, когда говорили о том, что Москва удалена от прямых татарских вторжений, то есть она защищена с юга территории Рязанского княжества, с востока территории Нижегородского княжества, это верно, это правда. Но Ярославль, например, был удален еще больше, и поэтому здесь нужно несколько более сдержанно рассматривать географию. Второй фактор, который всегда отмечался, это место пребывания митрополитов Сия-Руси именно в Москве. Здесь абсолютно справедливо на это указывалось. Почему? Потому что я напомню, что в 1299 году митрополит Сия-Руси Максим покинул Киев и перебрался в более безопасный, более спокойный Владимир на Клязьме. И с этого времени соперничающиеся князья друг с другом ведут такую скрытую борьбу за расположение митрополита именно к своему городу. И когда в 1308 году митрополитом Сия-Руси был назначен Петр, вот тут вот мы сразу можем видеть, как и тверские, и московские князья активно начинают соперничать. И надо сказать, что в то время, в 1308 году, великим князем Владимирским был князь Михаил Ярославич Тверской. Но нового митрополита он встретил очень враждебно. Почему? Потому что у него был другой ставленник. А вот в Москве наоборот. Митрополита приняли очень по-доброму. И, судя по всему, очень рано сложились очень хорошие отношения с московскими князьями. И на похоронах Юрия Даниловича московского митрополита Петр присутствовал. И не случайно именно он посоветовал вам Даниловичу Калите заложить каменный Успенский собор московского Кремля, где он, собственно говоря, и был похоронен Иваном Калитой, была проведена торжественная церемония. И поэтому, когда следующий митрополит, грек Феогност, в 1328 году приехал в Москву, он так в ней и остался. Конечно, это давало очевидные преимущества московским князьям, потому что митрополит управлял церковью в пределах всей Руси. А значит, вот этот церковный авторитет распространялся в какой-то степени и воспринимался в какой-то степени населением и на московских князей. Ну а когда в 1354 году митрополитом всей Руси стал Алексий, выходец из боярского рода, московского, то здесь, конечно, у Москвы уже появился действенный механизм проведения своей активной политики с опорой на главу церкви. Следующий фактор, который также всегда активно обсуждался в историографии, дискутировался, это отношения Москва и Орда. Здесь надо сказать, что в литературе был создан такой образ московских князей, как князей-хищников, как князей, которые не скупились, не выбирали средства, действовали очень-очень жестко, выступали палачами своих братьев. И этот образ, нельзя сказать, что он полностью неверен. Конечно, известно, что Юрий Данилович вступил в борьбу за великокняжение, не имея на это никаких прав. Это правда. Тут не все так очевидно. Дело все в том, что, к сожалению, историки воспринимали вот это московско-тверское противостояние и трагедию тверских князей во многом с позиции постфактум. Когда им известен уже был результат, чем это все завершится. К тому же здесь при оценке выступала такая наша традиционная черта – пожалеть проигравших. Ну, она черта хорошая, конечно, по-человечески, но к пониманию исторических процессов, к сожалению, она отношения не имеет. Действительно, нам известно, что в первые два десятилетия три тверских князя пали жертвой и были казнены в Орде по приказу хана Узбека. Ну, я напомню, в 1318 году был казнен Михаил Ярославич Тверской, в 1326 году был казнен его старший сын Дмитрий Михайлович Грозные Очи, и в 1339 году был казнен Александр Михайлович Тверской сыном Федором. Если внимательно проанализировать обстоятельства этих казней, если внимательно проанализировать мотивы этих казней, то здесь никакой прямой вины московских князей в этих казнях нет. Вот это вот очень важно понимать, потому что все решения принимались исключительно ханом Узбеком и его окружением. Ну, если говорить о казни Михаила Ярославича в 1318 году, то здесь главным мотивом выступало то, что незадолго до этого в Тверском плену умерла сестра хана Узбека Кончака, которая была женой Юрия Даниловича Московского. То есть здесь был очевидный повод. К тому же следствия, суд длились два с половиной месяца. Судя по всему, там еще возникал вопрос и упрек Тверскому князю в том, что он утаивает часть выхода. Вообще финансовые вопросы играли очень важную роль тогда, когда русские князья приезжали в Орду и устраивали разборки друг с другом. Если говорить об обстоятельствах казни 1326 года Дмитрия Михайловича Грозной очи, то здесь тоже мотив налицо. Я напомню, что за год до этого Дмитрий Михайлович, встретив в Орде своего обидчика, князя Юрия Даниловича Московского, собственноручно его убил. То есть речь шла о том, что он без царева слова совершил самосуд. Конечно, подобного рода вещей хан Узбек пропустить и простить никак не мог. Ну, а что касается казни в 1339 году следующего брата Александра Михайловича, то здесь, конечно, это связано с событиями Тверского восстания 1327 года. Это событие попало во все учебники, как восстание Чолхана. А Чолхан, я напомню, это был двоюродный брат Узбека. И разумеется, что хан не мог пройти спокойно и не мог закрыть глаза на то, что произошло. В этом смысле любопытно, что даже самые ранние тверские памятники, они не обвиняют московских князей и не называют их убийцами. Они ставят упрек только то, что московские князья нарушили старину и претендуют на Владимирское великокняжение, не имея на это оснований. Это абсолютно справедливо. Но, внимательно еще раз повторяю, анализируя эти события, здесь представление вот такое однобокое, что московские князья проявили себя как палачи, а орда, дескать, всячески содействовала именно московским князьям, оно выглядит очень-очень ошибочно. Даже если разложить первую четверть XIV века и посмотреть, а в чьих руках находилось Владимирское великокняжение, то мы обнаружим, что на протяжении 20 лет Владимирское великокняжение находится в руках тверских князей, и только 5 лет им владеют московские князья. Поэтому, по сути дела, речь шла о том, что в силу разных причин тверские князья не сумели, не смогли отстоять Владимирское великокняжение и потерпели поражение. Теперь, если говорить о других факторах, которые, как правило, всегда возникают, когда мы говорим о проблеме возвышения Москвы, следует отметить один очень важный, который почему-то до сих пор остается в тени. С конца XIII века мы наблюдаем интересный процесс, когда служилые люди из разных областей Руси, много их было очень из Юго-Западной Руси, идут служить на службу в Москву. Вот это очень интересный фактор. И объясняется он чем? Объясняется он тем, что московские князья очень хитро пользовались своими территориальными приращениями. И быстрая раздача вотчин, пополнение круга вот этих служилых людей, оно предоставляло князьям очень прочную опору в лице вот этих военных слуг, вотчинников, которые были кровно заинтересованы в продолжении активной захватнической политики Москвы. И в конечном итоге именно это во многом принесло успех именно Москве. Конечно, вот эта вот первая точка зрения, то, что политические успехи Москвы были достигнуты благодаря Орде, она не выдерживает критики. По очень простой причине. Потому что получение ярлыка, потому что сталкивание князей в Орде, потому что стремление не допустить усиления кого-либо из князей, стремление поддерживать паритет сил, это все мы наблюдаем в источниках. И русские князья прекрасно понимали эту ситуацию. И еще здесь тоже очень важный момент, что ханы играли территориальным составом Владимирского великокнижения. И эти случаи нам известны, когда они делили пополам это Владимирское великокнижение и отдавали князьям противникам для того, чтобы не допустить резкого возвышения кого-то из них. Поэтому здесь вот этот вот аргумент и сторонников концепции Гумилева, он противоречит историческим источникам. Поэтому, на мой взгляд, более объективна точка зрения, что политические успехи Москвы, процессы политического объединения шли вопреки Орде, то есть в борьбе и в сопротивлении ей. Другое дело, что историки подчас искусственно ускоряли этот процесс и хотели увидеть уже это вот-вот очень-очень рано. И любые какие-то стремления нарушить какие-то установления или любые стремления временно не платить выход историки рассматривали как обязательную форму вот такой вот решительной борьбы. Это, конечно, неверно, не нужно исторический процесс ускорять. Вообще впервые надежда об освобождении появится только после Куликовской битвы. И в духовной грамоте Дмитрий Иванович Донской не случайно написал «Опеременит Бог Орду». То есть уже надежда такая высказывалась. Но окончательно, осознанно, решительно это, конечно, произойдет уже в 1470-е годы. И поэтому освобождение от зависимости, оно не было одноактным, решительным действием. Освобождались по кусочкам. Для первых московских князей, для Данила Александровича и для его сыновей характерны разные тактики действия. Данил Александрович так и не сумел получить Владимирское княжение, но он очень активно участвовал, будучи младшим сыном вместе со своими братьями. А вот Иван Данилович Калита выбрал другую тактику, действуя более аккуратно, более послушно. И когда в 1328 году он станет Владимирским великим князем, вот после этого титул Владимирского великокняжения уже застолбится за Москвой. Ну, в заключение нужно сказать, что для понимания вот этого времени в первую очередь необходимо понять глубину обстоятельств трагических, в которых оказалась русская земля. И русские князья, будучи в абсолютно бесправном положении, никто из русских князей, когда отправлялся в Орду, не был уверен в том, что он вернется домой. Вот это вот обязательно нужно понимать. И это отразилось во многом и в источниках того времени, и во взаимной озлобленности князей друг на друга, потому что они ничего не решали. И все определялось волей хана. В данном случае, если мы говорим о первой четверти 14 века, то это хан Узбек, при котором Орда переживала как раз-таки период своего расцвета. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова